Слушайте доктора. Мы делились планами, мы отслеживали статистику, изменение заболеваемости, основные тренды определяли, знаем, сколько было много планов на этот год. Прежде всего, насколько я понимаю, были такие установки совершить серьезные инфраструктурные и структурные изменения в онкологическом центре, которые привели бы, во-первых, к улучшению, естественно, обслуживания пациентов, онкодиспансера. Далее, к изменению структуры вообще самой диагностики заболеваемости. Мы об этом много говорили, о первичном звене много говорили. А тут еще под конец года у нас власти заявили о том, что есть планы в Кировской области построить новый онкологический центр. Это была, правда, новость-новость совсем. Мы не знаем, каковы предпосылки этого заявления и каковы эти планы на самом деле, но обо всем об этом сегодня, конечно, поговорим. Итак, структурные и инфраструктурные изменения за 2017 год. Ну, во-первых, ремонт-то закончен уже? Ну, основные ремонты закончены. У нас прекрасный холл поликлиники и на самом деле пациенты, которые давно не были в онкодиспансере, и даже сотрудники других медицинских организаций, приходя к нам в диспансер, восхищаются той теплотой, красотой, которая их встречает. Да, мы закончили. Ремонт поликлиники был проведен на первом и на втором этаже. Часть отделений, которые нуждались в ремонте, тоже были проведены. Ну и на будущий год, конечно, планируются тоже ремонтные работы. Будут готовиться две операционные, в них будут проводиться ремонты, будут открываться две операционные. Поэтому это для нас тоже очень важно. Это довольно-таки глобальные такие изменения, потому что на сегодняшний день объемы хирургических вмешательств очень велики. И там, где раньше операции не выполнялись, сейчас расширяются показания для операции, и эти оперативные вмешательства требуют очень много времени. И поэтому такие изменения, которые у нас происходят в диспансере, очень радостно приветствуются как сотрудниками, так и пациентами. Две новые операционные, их ремонт и открытие чем сопровождается? Закупом оборудования, повышением квалификации врачей. Может быть, новые какие-то, вы говорите, что сейчас новые методы есть, или то, что раньше не делалось в нашем онкодиспансере, теперь будет применяться. Давайте начнем с оборудования. Пришлось закупать новое. Ну, конечно, эти операционные будут оборудованы современным оснащением, то, что на сегодняшний день требуется в операционных. Но, естественно, открытие этих операционных, это было необходимо именно в связи с тем, что выросли объемы хирургических вмешательств. То есть наши врачи выполняют те операции, которые выполняют в крупнейших клиниках. И так как нам просто потребовали дополнительные площади в связи с ростом квалификации наших врачей, под эти отделения, под этих врачей сейчас готовится открытие новых операционных. Давайте все-таки подробности. Какие новые операции, которые раньше не производились в нашем онкоцентре, теперь можно будет производить с открытием этих операций? Ну, в основном это у нас готовятся операционные для отделения урологии. Они стали активно оперировать мужчин, страдающих заболеванием предстательной железы. Вот, это операции очень-таки большие, объемные, многочасовые. И гинекологи у нас активно оперируют, выполняют те операции, которые раньше не выполняли у нас в Кировской области. Расширенные операции при раке шейки матки, операция Вергейма, так называемая расширенная экстирпация с лимфодисекцией. То есть эти операции тоже выполняются по несколько часов. И, естественно, чтобы нам увеличить количество пациентов, которых мы можем прооперировать за рабочий день, нам потребовались дополнительные площади. Восстановлен полностью цикл операций на пищеводе, то есть активно очень оперируют отделение таракальной хирургии. Абдоминальные хирурги не отстают, выполняют широкие диссекции при гастроктомиях. То есть, ну, да, на самом деле оперировать стали шире намного. Что, к чему это приводит? То есть за счет чего, собственно говоря, возросло количество этих операций? У нас увеличилась заболеваемость? Или просто мы на эти операции теперь не отправляем в другие города, а делаем сами? Да, на самом деле, Светлана, мы не отправляем на эти операции в другие города, а делаем сами. Заболеваемость, она увеличилась. Это ведь общая тенденция. Мировая. Мировая, российская. У нас растет благосостояние граждан, увеличивается продолжительность жизни. И люди начинают просто доживать до той болезни, до которой раньше не доживали. То есть то, что заболеваемость растет, в принципе, в этом нет ничего неожиданного и страшного. Мы об этом каждый раз говорим, что надо быть настороженными самим. Но то, что повысилась квалификация наших врачей, это да. И дело в том, что мы порой себя недооценим именно врачей Кировской области. У нас работают прекрасные специалисты во многих отраслях. И когда мы приезжаем на какие-то научно-практические конференции, мы видим, что во многих видах хирургического лечения мы придерживаемся высокого уровня. Вот эта задача по расширению спектра услуг, она стояла с самого начала этого года перед нашим онкодиспансером. Какие, кроме технических изменений, вот был закуп оборудования, открываются новые хирургические? Что еще было вложено для того, чтобы развивать эти технологии? Куда отправляли на обучение? Где повышали квалификацию? Какое количество врачей было в этом задействовано? Ну, у нас врачи регулярно проходят обучение. Мы обучаемся, имеем возможность учиться как в центральных базах. Это Москва, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Очень нам помогает Казань, главный онколог Приволжского федерального округа. Казань – это наша такая база, да, мы к ним привязываем? Да, Приволжском федеральном округе, они считаются у нас региональным центром нашим. Вот, у них прекрасные кафедры, у них прекрасные научные работы. И вот их та практическая помощь в нашей Кировской области, конечно, она просто неоценима. Это мастер-классы, которые проводились у нас на базе нашего диспансератора. Прямо приезжали к вам, да, из Казани? Да, из Нижнего Новгорода к нам приезжали врачи. Вот, например, операцию Вергейма, к нам приезжал доктор из Нижнего Новгорода и проводил мастер-класс в операционных. Это намного удобнее, чем один врач съездит, получится чего-то посмотреть, а другое дело, когда у тебя стоит операционный профессор, и все врачи этого отделения имеют возможность видеть его работы и делать это своими руками. Мы готовили пациентов под такие операции, то есть заранее знали, что у нас вот тогда-то будет такой-то мастер-класс. К нам приезжали, проводили эти мастер-классы, была прекрасная возможность обучиться всему, и после этого активно сразу начинаем оперировать. И вот то, как вы сейчас это рассказывали, показывает мне, насколько вот такие мастер-классы и приезды специалистов высококвалифицированных, высококлассных вдохновляют, наверное, врачей на то, чтобы они дальше развивали свои навыки. Хотелось бы понимать, что это не отдельные личности и отдельные врачи вдохновляются, а в целом такая волна идет, потому что это очень важно, чтобы твои коллеги, средний медперсонал и младший медперсонал тоже были этим содействованы. Да, конечно. Когда в каком-то отделении появляется, говорит, что мы можем работать, оказывать помощь по высокомедицинских технологиям и при этом оказывать высококачественную помощь, конечно, коллегам тоже хочется конкурировать с им же врачами. И они тоже хотят участвовать в этом процессе и повышать свою квалификацию. Но, кстати, что касается среднего и младшего медперсонала, у меня простой вопрос. Есть ли с этим сейчас проблема в вашем учреждении? Потому что некоторое время назад, в общем, достаточно открыто и власти говорили о том, что, министерство здравоохранения говорили о том, что средний и младший медперсонал, вот его подготовка и его наличие, количество высокопрофессиональное, это такая задача, которая стоит перед нами, чтобы был полный штат высококвалифицированных специалистов здесь. У нас есть какая-то сейчас с этим? Ну, это такие проблемы приходящие. Текучка такая была все время. Это, на самом деле, приходящие проблемы. То есть бывает иногда полная комплектованность, бывает, что где-то не хватает каких-то кадров на местах. Ну, связано-то это было с долгосрочной историей того, что у нас сокращалось количество медицинских образовательных учреждений, которые готовили младший персонал. Вот сейчас как на это смотрят? Ну, на сегодняшний день ситуация довольно-таки стабильная. Ну, бывают кадровые проблемы. Вы знаете, Светлана, бывают такие проблемы, что просто люди не готовы работать в серьезном учреждении. Психоэмоциональные проблемы. Тяжелые заболевания, конечно. А те, кто пришли в профессию, неважно, это средний медицинский персонал, либо это младший медицинский персонал, который любит свою работу. Что называется, по призванию. Однако я так хочу сразу ниточкой провести историю модификации, модернизации онкоцентра нашего именно в связи с младшим медперсоналом. Потому что вот когда мы получаем классные новые хирургические отделения, операционные, это сразу видно налицо. Но ежедневная работа с больными, которые какое-то время остаются лежачими и так далее, это то, что не каждый, что называется, освоит. И когда вот ты здесь видишь изменения, это большее количество медицинских, не знаю чего, препаратов, перевязочных, новые постели, кровати, новые там, хотел сказать номера, новые палаты. Да, вот такие вот вещи, которые вдохновляют на то, что ты работаешь вот не в страшном темном лечебном заведении, а в современном корпусе, при современных условиях. Это тоже ведь влияет очень на моральное состояние. Это очень влияет. И вы знаете, даже когда к нам приходят устраиваться на работу, видят какие у нас прекрасные красивые отделения, говорят, да, здорово, воссозданы все условия для работы медицинского персонала. На самом деле, ты себя чувствуешь по-другому, когда ты приходишь в современное отделение, чистое, красивое, где, на самом деле, как вы говорите, и красивые кровати, и красивые тумбочки, и есть номера, я уже как и вы, да, палаты повышенной комфортности. И пациенты себя чувствуют не в каких-то больничных, казарменных условиях, а как дома. И когда в таком отделении работы персонала, он сам становится уже добрее. И о другое отношение к пациентам бывает. И сами пациенты тоже настроены на позитив, а это самое важное для онкобольных, для всех больных, для онкобольных в особенности. В особенности, да. Не принимать это как приговор, а просто понимать, что это, ну да, есть такой диагноз, и дальше идти вместе с этим диагнозом. Да, на самом деле, пациенты иногда перед госпитализацией спрашивают, как там у вас, я говорю, вы не бойтесь. Не хоспис. Вы попадёте в прекрасное отделение, очень хорошие, добрые, заботливые санитарочки, добрые медсёстры. Подскажут вам, всё расскажут на самом деле, потом, когда уходят, говорят, слушайте, мы не ожидали, что у вас такой хороший, доброжелательный персонал. И настрой сразу другой на жизнь возникает. Конечно. А вот ещё вопрос такой, который мы обсуждали с Игорем Фёдоровичем Набатовым, главврачом вашего онкоцентра. Это реабилитационное отделение после лечения. Часто требуется остаться на некоторое время ещё в больнице. Что с этим, развивается ли как-то эта идея? На самом деле идея прекрасная. И сейчас очень много на различных конференциях разного уровня говорится именно о реабилитации. Слава Богу, мы дожили до того, что наших пациентов надо реабилитировать. Если раньше вопрос только стал о каком-либо лечении, там много-много лет назад, то сейчас уже звучит слово реабилитация. К сожалению, на сегодняшний день у нас в онкологическом диспансере нет отделения реабилитации, но мы готовим документы, проектные документы. То есть это у нас есть в планах открыть такое отделение. На сегодняшний день из реабилитации у нас работает, вот есть служба психолог. Это прекрасный специалист, которая прошла обучение в Санкт-Петербурге. Она умеет работать и с пациентами, и с родственниками. У нее есть телефонная линия, на которую могут позвонить родственники, задать вопросы, как себя вести с пациентом, позвонить пациенту. Это вообще-то здорово. Также в этом направлении по реабилитации у нас проводятся школы пациента по различным вопросам. То есть это бывают у нас школы тематические по различным локализациям. Либо это заболевание молочной железы, либо это лучевая терапия, либо это состояние после химиотерапии. Это очень здорово, потому что пациенты тоже, находясь в таких группах, они понимают, что они не одни, что они не брошены. Они могут задать вопросы, на которые им даст ответ грамотный специалист. В этих школах пациенты принимают участие не только психолог, но и врачи нашего диспансера. Также мы на них приглашаем специалистов, которые ЛФК занимаются. Очень важно. Рассказывают, какую нужно делать гимнастику, показывают фильмы и их учат пациентов, как себя правильно вести после некоторых заболеваний. И в плане реабилитации это работает кабинет стомированных пациентов в отделении абдоминальной хирургии. То есть пациенты после наложения стомы их учат правилам ухода, как ухаживать за стомой, учат и пациентов, и их родственников. Что такое стома? Ну, это когда кишко выводит на переднюю брюшную стенку, то есть противоестественный анус. Это когда рак кишечника возникает? Да, при заболевании кишечника, да, противоестественный анус, за ним тоже нужно уметь ухаживать. Вот, пока у нас реабилитация вот такая, но мы, конечно... И очень важно, что всех, весь ближний круг может обучаться, не только сам пациент, но и его родственники, и кто с ним рядом находится. Было бы желание, потому что на самом деле очень часто у нас, и вы, наверное, слышали, говорят, вот врачи ничего не говорят. Неправда. Если родственник пришёл на беседу, то ему всё расскажут. Просто очень многие родственники очень часто не приходят на беседу с врачом, не посещают своих родных в стационаре и прикрываются теми старыми мифами, что с ними никто не разговаривает. Нет. На самом деле врачи абсолютно открыты для контакта, открыты для общения, для дачи информации только той, которую разрешает сам пациент. А некоторые просто, может быть, по старинке так думают и не знают, что это можно сделать. Вот в данном случае, если ваш родственник, ваш близкий человек, друг попадает в такую ситуацию, кому можно прийти, кого спросить для того, чтобы проконсультироваться? Лечащему врачу или как это делается? Лечащему врачу. Ну, учитывая 323-й федеральный закон о даче информации, у нас тоже есть определённый родственник, пишет информированное согласие и перечисляет лиц, кому он разрешает дать всю информацию. Сам пациент. Да, прошу прощения, сам пациент. Перечисляет лиц, кому можно дать всю информацию. Либо он приходит к лечащему врачу с тем человеком, кому он разрешает, и говорит, я хочу, чтобы вы в моём присутствии всё рассказали. И в этой ситуации и близкие люди, и друзья могут задать те вопросы лечащему врачу, которые считают необходимы, которые их волнуют. Потому что, на самом деле, очень важна реабилитация в стенах дома. Как будут пациента, который перенёс операцию или лечение по поводу злокачественного образования, встречать дома его родственники? Как они им помогут реабилитироваться? Потому что лучше, чем реабилитация в семье, это нет ничего. Ну, и кроме того, что часто ведь бывает, что этот диагноз, он влечёт за собой изменения вообще всех правил жизни. Начиная от питания, заканчивая вредными привычками. И если пациент возвращается в среду, где существует та же атмосфера, например, все курят по-прежнему, или все едят жирное, вредное, ещё какое-то, то ему бывает очень сложно держаться, и проходит какое-то время, и он может снова нарушать правила жизненные, которые ему рекомендованы. И здесь, да, здесь очень важно разговаривать с родственниками для того, чтобы все вместе меняли стиль своей жизни. И это, кстати говоря, несложно, и это на пользу идёт всем абсолютно. Абсолютно с вами согласна. Потому что ведь порой заболевания случаются как раз потому, что мы себя ввели неправильно в жизни. И это звоночек, что нужно что-то в своей жизни изменить. И порой вот в таких семьях, где поменяли свои привычки, люди пошли тоже обследоваться, узнав, что с его близким, с человеком что-то случилось, находят все заболевания либо фоновые, либо хронические, которые можно пролечить, чтобы с ними потом в дальнейшем не случилось беды. Да, всё-таки мы вернёмся к статистике ненадолго. Именно в связи с тем, что нужно всё-таки себя предупреждать и не лениться, и проверяться. Что у нас сейчас с первичной диагностикой, что у нас с заболеваемостью по заболеваниям рака? Ну, результаты 2017 год по статистику пока сказать невозможно, потому что... В феврале. Да, это будет в феврале, когда будут посчитаны население, ещё не сданы отчёты годовые, поэтому вот статистика, какая у нас будет за 2017 год, я сказать не могу. Но уже предварительно что могу сказать? Что у нас увеличилась выявляемость в ранних стадиях, вот по предварительным данным, и что самое приятное у нас выявилась, увеличилась статистика по активному выявлению злокачественных новообразований. Так, если у нас в прошлом году это было 11%, то за 9 месяцев 2017 года цифра стала 16%. 12,5%. Это когда люди сами выявляют? Это когда врачи активно выявляют. То есть врачи активно при осмотре выявляют злокачественное новообразование. Это очень важная цифра. То есть чем раньше мы выявим заболевание, что такое активно? Ведь пациент может прийти к доктору, оформить справку, померить давление, выписать рецепт. При этом у него есть какие-то изменения, которые просто видны глазом. Врач может заметить, а может не заметить. И просто справку дать, за которую пришел. Да, просто дать справку, за которую пришел, да. А вот если к нему пришел, и он видит, человек где был давно, дай-ка я его посмотрю, и находит у него какое-то изменение, и оно оказывается злокачественным новообразованием, о котором человек даже не подозревал. Вот это здорово. Вот это нам поможет снизить смертность. А изменения медицинской технологии и лечения рака сейчас таково, что на начальных стадиях по многим видам онкозаболеваний очень высокая степень не просто выживаемости, но абсолютно комфортного дальше продолжения жизни. Да, ведь первые пациенты вообще забывают о том, что с ними что-то было. Это был страшный сон, это было не со мной. Да, это хорошо. У меня вопрос по еще одному виду медицинской помощи, которую мы здесь обсуждали как раз с Игорем Федоровичем, когда он приходил. Это намерения по замещающим операциям при раке груди. Все еще остаются такие намерения. Я объясняю, это когда грудь удаляется, но замещается имплантами, восстанавливается, в общем, внешний вид женщины, чтобы она не страдала потом. Да, одно из таких вот направлений, над которыми мы сейчас активно работаем, это органсохраняющие операции, малоинвизивные операции. В этом году у нас закуплены две эндоскопические стойки как раз для малоинвизивных операций, и планируется активно вести работу в 2018 году именно для женщин, принесшие заболевания по поводу рака молочной железы с одномоментной пластикой. Это счастье большое для женщин, которые в такую ситуацию попадают. Да, конечно. Многие к этому относятся скептически, но для женщины это очень важно, потому что эстетически выглядеть красиво, вернуться полноценно к жизни, в том числе и сексуальной жизни, особенно для молодых женщин, это очень важно. А рак молодеет, надо сказать, рак груди, в частности. После рака кожи правильно я помню, что рак груди на втором месте? У женщин в структуре заболеваемости рак молочной железы стоит на первом месте. Даже на первом месте. Да, ну мы же можем брать структуру среди мужчин, среди женщин и общей, да. В общей вы абсолютно правы, это кожа. А у женщин на первом месте как заболеваемость, так и смертность – это рак молочной железы. Но это мировая тенденция, это не только в Кировской области. Поэтому на самом деле это очень актуальный вопрос. Качество жизни остаётся прежним, ещё и краше становится некоторой женщиной, это правда. Напоминаю, что мы разговариваем со Светланой Хлебниковой заведующей поликлиники Кировского областного клинического онкодиспансера. Мы так с вами разговариваем о таких серьёзных заболеваниях с улыбкой. Некоторые могут подумать, что что это они тут веселятся и рассказывают какие-то такие счастливые истории про рак. Но меня, например, радует, что в последнее время очень много появляется таких акций, когда люди, у которых такое заболевание проявилось, они сами открыто рассказывают об этом и в эфирах, потому что это серьёзно настраивает на то, чтобы люди не боялись прежде всего приходить, диагностироваться и не попадали в такие ситуации, о которых рассказывал Игорь Фёдорович, когда вот диагноз ставится, особенно сейчас это актуально, в новогодний период прям такая была история. Диагноз поставлен перед Новым годом, а дальше профессиональный праздник такой, Новый год сякой, Рождество такое, старый Новый год ещё. И человек вместо того, чтобы приходить в назначенное время, ложиться в клинику и получать необходимую медпомощь, откладывает, откладывает, откладывает. И здесь вот нужно сказать. Уж если поставлен диагноз, то откладывать не надо. Да? Да, конечно. Мы и насчёт того, что мы с улыбкой. Мы не с улыбкой, мы с доброжелательностью говорим. Очень часто пациенты боятся слова рак и спрашивают, когда почему, вот вы же себя вот видели, вы знали, почему не шли. Я боялся, что мне скажут это слово. Что вот хочется сказать. Смертность на первом месте у нас в структуре смертности стоит смертность от болезни системы кровообращения. И от этой патологии, то есть люди умирают чаще. А смертность от злокачественных новообразований на втором месте. И это тоже очень важно. Ведь нам важно, как можно раньше выявить болезнь и как можно радикальнее её полечить. И мне очень хочется, чтобы пациенты, наши люди вообще все понимали, что рак – это не приговор ни в коем случае. Вы знаете, Светлана, я как-то смотрела фильм очень-очень давно, когда только пришла работать в онкодиспансер, и такой он в Вальдерске, где пациент рассказывает, вот у него обнаружили рак. И показывают тёмные коридоры. Знаете, как тюрьма, как будто какой-то приговор. Я всё время говорю, вы поймите, мы не приговор приносим. Мы говорим диагноз и планируем ваше лечение. И чем раньше вы к нам придёте, тем лучше мы вам сможем помочь. Сохранить вашу жизнь, вашу семью, ваш активный образ жизни. Да, вот поэтому именно мы так сегодня с хорошим и добрым посылом ведём эту программу, что всегда стараемся делать, потому что какая бы ни была болезнь, жизнь продолжается. И качество жизни, и лечение с каждым годом всё более и более совершенно. И в онкодисциплинах, тем более, там такие прорывные сейчас истории технологий, что только приходите просто к врачам, в хорошие руки поступайте. Светлана Хлебникова, заведующая поликлиникой Кировской областной и клинического онкодиспансера, сейчас со мной беседует. У меня ещё два вопроса осталось для сегодняшней программы. Первое вопрос, всё-таки хочется спросить у вас, насколько повысился интерес у женщин к профилактике как раз заболеваемости раком, я имею в виду прививку, который можно делать девочкам в юном возрасте, в подростковом, против рака шейки матки. Я не могу прокомментировать эту ситуацию, потому что мы не занимаемся профилактическими прививками. Вот вопрос тогда возникает, на что некоторые частные клиники занимаются. Частные клиники. Вот смотрите, Светлана, у нас профилактическими прививками в детстве занимаются не инфекционная больница, а детские поликлиники. Поэтому профилактика, она вся должна ложиться на первичную сеть. Но на самом деле профилактика рака шейки матки – это прекрасная тема для снижения заболеваемости именно этой патологии. К сожалению, девочки на сегодняшний день по статистике очень рано начинают жить половой жизнью. А суть в том, что шейка матки на этот момент 12-14 лет, она ещё не созрела и не сформировалась. И при этом ВПЧ-инфицирование у них происходит быстрее. Вирус попелома человека встраивается в структуру ДНК, меняет её и запускается механизм развития злокачественной опухоли на шейке матки. Поэтому рак шейки матки молодеет. А мы же с вами прекрасно понимаем, чем моложе организм, чем активнее биопроцессы, тем активнее течёт эта злокачественная опухоль. Поэтому рак шейки матки – это вопрос такой контролируемый. Во-первых, профилактика – это обязательная вакцинация девочек и мальчиков, потому что вирус попелома человека передаётся половым путём. Откуда он появляется у женщин? От мужчин. Но тогда уж, что касается прививок. Всё-таки у нас ведь нет её до сих пор в программе, да? Но её и в государственной программе нет. Но воспользоваться вы можете. Воспользоваться можно, да. Сделать её нужно, насколько я помню, в подростковом возрасте два раза. Три. Три раза через какой-то там период времени. Ну, выполняется прививка, через два месяца идёт ревакцинация, и через шесть месяцев – это первая инъекция, следующая ревакцинация. И очень высокий уровень, в общем, да, поддержки, защиты. Защиты, да. Надо об этом тоже знать. Об этом мы поподробнее уже в следующем году. На самом деле, слава, это большая тема, отдельная тема, потому что, ну, на самом деле, прививка делается за счёт всё-таки средств человека. И вот насколько важно, почему это сделать. Мы никогда не жалеем деньги, там, на дорогие вещи, на путешествия. Можем потратить большую сумму на поход, наверное, в ресторан, купить себе золотое колечко, там, ещё что-то. И почему-то мы очень жалеем деньги на своё здоровье. Да, на несравнимые совершенно суммы и последствия. Ну, у нас остаётся две минуты до завершения программы. И тут хотелось бы, чтобы вы рассказали о заявлениях правительства о намерении построить новый современный онкоцентр. Ну, о строительстве онкоцентра вопрос такой. Дело в том, что этот вопрос курирует АФК-система, это московская организация, совместно с правительством Кировской области. Проведено совещание у нас, они посмотрели онко-диспансер, посмотрели площадку и сейчас собирают информацию для решения вопроса о строительстве. Это компетенция правительства, я понимаю, потому что это прямые с АФК-системы правительственные связи? Да, это правительственные связи, но где будет строиться, будет ли строиться, то есть вопрос остаётся открытым. Дмитрий Александрович, Курдюмов, когда заявляет, он обычно делает такие проекты большие, надо его пригласить просто, узнать, что он думает по этому поводу. Да, это вопрос курирует правительство Кировской области, поэтому я... Но подразумевалось, что он будет строиться на площадке онкоцентра или в каком-то другом соцсетном месте? Они рассматривали площадку онкоцентра, смотрели другие площадки, возможно. То, что точно не были в онкоцентре, посмотрели сам наш онкологический диспансер, и площадки посмотрели, это было, да. Ну, в таком случае ещё один термин, который, не знаю уж, как вы к нему относитесь, все по-разному. Я нормально отношусь. Медицинский туризм этот термин назову. А на самом деле речь идёт просто о том, что пациенты из других регионов начинают выбирать медицинские учреждения, вот, например, Кировской области. Что у вас по статистике в этом году? Как? Приезжают ли из других регионов? И у вас есть какое-то такое намерение, стратегия их привлекать, таких пациентов? Ну, насколько вам известно, что, да, планируется развитие медицинского туризма, так, нам регулярно приезжают пациенты из других регионов. Возможно, это не так много, как едут в центральные города, Москва, Санкт-Петербург. Но надо сказать, что с учётом того, что у нас в этом году получена лицензия по ВМП, по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, у нас есть прекрасные возможности работать именно вот в этом направлении по медицинскому туризму. И нам звонят, спрашивают, как можно пройти обследование, как можно попасть на госпитализацию. Ну, я думаю, это очень такое интересное. А есть наращивать, да, наращивать вот этот интерес? Да, да. Он есть. Ну, готовьтесь. Готовьтесь к приезду пациентов. Мы готовы. Да. Спасибо. У нас есть условия, возможности для этого. Вот. Это самое главное. Условия, возможности и желания. При желании. Как я вижу, оно и есть. Спасибо, Светлана Хлебникова, заедущая поликлиникой Кировского областного клинического онкодиспансера. С Новым годом наступающим. Пусть он будет хорошим. Я тоже поздравляю всех с Новым годом. Я самое главное желаю, чтобы у вас было здоровье, здоровье вашим близким, вашим семьям. Потому что семья – это то самое окружение, которое держит нас в этой жизни. Да. Это была программа «Слушайте доктора». У микрофона работала Светлана Занько. Всего всем доброго. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.